Добрый вечер, здравствуйте. Добро пожаловать те, кто нас пришли внимательно послушать, те, кто слушает нас издалека. Начинается недельная глава в Айсханан. Но кроме этого начинается не только новая недельная глава, начинается, если так можно сказать, новый сезон. Мы сейчас закончили, если так можно сказать, сезон несчастья. Три недели, мы прошли сейчас, три недели, начинается с 17-го тому, заканчивается 9-м аву. 9-е ава вчера закончилась. И наши мудрецы говорят, что эти три недели, это называется три недели несчастья. Три недели несчастья, вплоть до того, что мы в синагогах, когда читали недельные главы, хоть и недельные главы не были связаны напрямую с какими-либо несчастьями, но мы читали автору, во вторе наши мудрецы специально сказали, вот эти три недели, три недели мы читали печально автору, когда наши пророки нам, к еврейскому народу, предупреждают, что будет несчастье, и к ненечному итоге мы с вами уже обсуждали на прошлом уроке все несчастья, которые случились с 9-го ава и 17-го тому за. Теперь этот сезон закончился. Он закончился 9-го ава. Интересно, что не только эти несчастья как бы закончились 9-го ава, но посредине 9-го ава законы резко меняются. Те, кто слушали наш урок на прошлой неделе. Значит, 9-го ава весь идет как бы по нарастающей. Сначала было 9 дней, потом после 9-го ава все постимся. Мы на шахаре даже не надевали тфили, не давали цицид, мы не сидели на стульях, мы все евреи сидели на земле. И вдруг после полудня, очень интересная вещь происходит, после полудня, несмотря на то, что вроде бы 9-го ава продолжается, что-то изменилось. Пост продолжается, но ни с того ни с сего вдруг как бы мы встали, уже можно сидеть на обычном стуле, мы в минху уже надели тфилин, мы в минху надели талит. Такое впечатление, что, знаете, зажгли свет. И потом, после 9-го ава мы, уже в этом году была еще и Авдолла, мы под 9-го ава начинаем кушать, и, как вы знаете, жизнь возвращается, мы как бы встаем с земли, и начинается как бы новый сезон. Интересно, что если посмотрите исторические факты, когда храм был разрушен, храм был разрушен 9-го ава, но он был разрушен не утром 9-го ава, а днем 9-го ава. То есть, ирония судьбы, мы, когда вот мы встаем на самом деле, и как бы еврейский народ оживает, на самом деле, это тогда, когда храм сам горел. Это тема отдельного урока, почему некоторые говорят, потому что 9-го ава родился МШ, но факт остается фактом, что с 9-го ава после полудня, как бы начинается новый сезон, потихоньку-потихоньку, сначала мы как бы встаем с земли, мы надеваем тфилин, если вы помните, тфилин мы не надевали, потому что это красота, люди, которые какого-то оплакивают, не надевают тфилин, и теперь мы надеваем тфилин. И сегодня, сегодня уже была 10-ая ава, все начинается, мы уже можем слушать музыку, мы можем кушать мясо, можем пить вино, то есть, начинается сезон, и в нашем мудреце его называют утешение. Следующие 7 недель, все авторы будут наоборот, не печальные, а наоборот, утешение, начиная с недельной глыбы, которая сейчас будет нахаму-нахаму, нахаму-это утешите, утешите, утешайте, утешайте, мой народ. И все 7 недель будет авторас, утешение. То есть, начинается как бы новый сезон, потом, я сразу скажу, распорядок дня, после этого сезона будет сезон Рошашана Йом-Кипур Сейчас будет 7 недель Это получается конец Ава И месяц Луль Потом будет Рошашана Йом-Кипур Это есть, так можно сказать, сезон И полоса раскаяния, покаяния И потом будет Симха В тот раз Сука, Сим-Кипур Это будет радость и счастье То есть еще раз мы закончили Надеемся, мы действительно закончили Совсем несчастьем Мы теперь входим плавно В сезонный берет утешения И потом, даст Бог, будет Рошашана Йом-Кипур Дай Бог, чтобы все было хорошо Чтобы только становилось лучше Теперь, перед тем, как я хочу больше Ну, рассказать интересно про утешение Я хочу коснуться недельной главы Что тоже будет связано Недельная глава Сама недельная глава Ваесхана Само слово Ваесхана Это умолял Мой шарабейн умолял Бога, чтобы его впустили в Израиль К сожалению, его не впустили Но интересный момент Который подчеркивает комментарии Комментарий, которого я сейчас буду цитировать Это Ран Рабейну Нисен Рабейну Нисен Он больше знаменит своими логическими комментариями Почти любой том Талмуда Если его откроете сзади И его имеет комментарий Вот этого Рабейну Нисен Раб Нисен Он жил в середине 14 века Он жил в Испании Но кроме своих комментариев на Талмуд Он написал небольшую книгу Называется Дроша Саран То есть его как бы выступление То есть он был раввином Он выступил Его вступ в синагоге И там он подчеркивает очень интересную вещь В нашей недельной главе Если вы посмотрите Мой шарабейн говорит вот такую фразу Вы можете посмотреть в вашем хумыше Это почти начало недельной главы 26-е предложение Опять-таки Мой шарабейн повторяет Все что произошло с северским народом И там написано Но разгневался Господь на меня Из-за вас Впредь не говори мне более об этом И короче Всевышний не разрешил Мой шарабейну войти в Израиль Почему из-за вас Почему Все мы помним эту печальную историю Мой шарабейну ударил камень После того Мой шарабейну ударил камень Всевышний сказал Ты согрешил Ты не можешь зайти в Израиль Теперь что же такого Мой шарабейна сделал плохое Когда он ударил камень Есть разные мнения Теперь мы сейчас будем идти по мнению Что кроме того что он ударил камень Он нехорошо относился к еврейскому народу Он их обозвал Он сказал Вы восстанцы И из-за этого он был наказан Здесь еще раз написано Что разгневался Господь на меня Из-за вас И сказал Ты не войдешь в землю Израиль Если вы посмотрите Прошлую недельную главу Опять-таки это в обычном хумыше Это недельная глава Дворим Там тоже очень похожая фраза Очень похожая фраза И на меня Если вы посмотрите Это 37-й посуд Первая глава Дворим И почти слово в слово И на меня прогневался Господь за вас Говоря И ты не войдешь туда То есть по-русски звучит одинаково Если вы посмотрите в русский перевод На меня возгневался Господь за вас И здесь в нашей недельной главе тоже написано «На разгневался Господь на меня за вас» Вроде бы то же В оригинале Те, кто знает святой язык В оригинале В прошлой недельной главе было написано Там было написано В прошлом неделе было написано Биг Лалхэм На нашей неделе написано Лэ Ман Хэм Очень похожие слова И там и там Написано, что Господь разгневался Там написано Биг Лалхэм Здесь написано лэмманхэм те кто знает святой язык такие легче учить тоже в оригинале если дословно перевести в прошлой недельной главе бог разгневался из-за вас биглалхэм это из-за вас из-за вас потому что вы меня вывели из-за вас меня вот наказали из-за вас биглалхэм в нашей недельной главе лэмманхэм это ради вас ради вас какая разница между из-за вас и ради вас экран объясняет что прошлый день на главе это было из-за вас потому что вы бы это причинили из-за вас это случилось наше недельное это было ради вас почему и тут ранга это очень интересную вещь ран говорит замечательную вещь что если вы хотите какого-то человека еврея вернуть на про на путист кто-то мы не хотим говорить слова согрешил кто-то ошибся оступился и были такие большие царики они никогда не говорили что евреи согрешили или согрешил еврея ошибся оступился кто-то согрешил оступился и вы хотите ему объяснить что же произошло как это исправить так ранга вещь у нас две две вещи во первых этому человеку надо объяснить чем была ошибка чем был его грех проступок во вторых ему надо объяснить что бог хочет чтобы он к нему вернулся всевышний хочет чтобы он к нему вернулся и когда он об этом узнает две вещи надо сначала надо узнать что что-то не то сделал во вторых ему надо объяснить что бог его все равно любит бог его хочет чтобы он вернулся и ранговый вот это был не сын что то что мой шеребена в прошлой недельной главе мой шеребена говорил еврея какие что же вы сделал как же вы согрешили из-за вас потому что вы согрешили вы меня вывели и из-за вас смотри что получилось наше недельное главное он говорит враги вас потому что есть очень интересный метод же говорит что почему действительно мой шеребен не вошел в израиль потому что мой шеребе всех его заслугам и мощь это был один человек все-таки он согрешил и всевышний хотел на его примере показать людям что у всевышний такой вечер прости ничего страшного согрешился согрешил и бог хотел показать евреям что мой шерст сам по себе хоть не убил много заслуг он ничего не мог сделать на нашем день на главе написано 500 раз молился ничего не помогло еврейский народ как народ который тоже согрешили но поскольку они были народом они потомки авраам искаякова их простили евреев как народ простили потому что когда евреи сделать золотого тельца тоже было нехорошо их просили когда евреи послали и послали разведчиков тоже было нехорошо и простили корр если и больше хотелось показать ради вас чтобы чтобы вам мог показывает что меня хотя и быть такой большой царе но бог таки не пускать в израиль из меня не простили но вас как народ поскольку вас много у вас много заслуг вас действительно прощает так здесь бог хотел показать 5 мощный но хочет показать евреям насколько он их любит что как народ евреев очень любят и поэтому арбейном sun говорит что две вещи мы больше сказал сначала был такие упрек сначала был упрек то что сделал но с другой стороны он сказал ты же такой хороший с одной стороны такой плохой на другой стандии такой хорошей такой хороший ты же еврейский но вы же еврейский народ вы же садике наши мудрецы говорят что человек учат нас две руки правильно слава богу так в преподавая Когда мы преподаем ученикам и нашим детям, надо правой рукой приближать, левой рукой отталкивать. Что сейчас? Это бедный ребенок. То есть, что это значит? Что иногда дети, ученики, и все мы дети, взрослые люди тоже, иногда бывает, да? Все бывают отступки, да? Так с одной стороны, левая рука как бы отталкивает. Ты согрешил, потому что ты не то сделал. Но с другой стороны, правая рука, она говорит, что ты же цадик на самом деле, ты такой хороший. Всегда наши мудрецы нам говорят, что на самом деле гордыня это плохая вещь. Гордыня надо быть скромным, скромным. Здесь, когда человек согрешил, наоборот. Человек, когда он согрешил, он должен вспомнить, кто он такой. Что каждый из нас это потомок. У нас великие праотцы, у нас великий народ. И Всевышний нас любит. Какими мы плохими не были. Поэтому, если вы помните, несколько недель назад я рассказывал, что после того евреи создали золотого тельца. Они думали, что такой уже, такой грех и тоже простили. То есть, с одной стороны, не надо забывать наш грех, если кто-то оступился. Но с другой стороны, надо понимать, что мы на самом деле, нас Бог любит. И он хочет, чтобы мы к нему вернулись. И теперь, с таким вступлением, я хочу начать наш сезон. И теперь мы понимаем, что происходит 9 авгу. Сначала 9 авгу мы плачем, плачем. Но потом, посредине 9 авгу вдруг все изменилось. Потому что, несмотря на то, что Всевышний нас наказал. И не раз наказал 9 авгу. Но с другой стороны, 9 авгу написано, что родился в Мушеях. То есть, с одной стороны, все так плохо. Но с другой стороны, Всевышний хочет нам показать, что все будет, будет все хорошо. Просто надо к нему вернуться. И поэтому начинается автора. Вот это автора. Нахаму, Нахаму, Ами. Нахаму, это утешите, утешите мой народ. Почему написано два раза? Если посмотрите в Пророках, написано, Нахаму, Нахаму. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Написано, Нахаму, Нахаму, Ами, Йоймар Элла Ейхам. Народ, где же Всевышний, вам говорит, утешайтесь. Почему написано, утешайте, утешайте два раза? Так, Дубна Магит. И знаменитый Дубна Магит, великий. Он был великим раввином, но он был знаменит своими историями. Нисколько, сколько комментариев, сколько историями. И он привел, он пример приводит. Были две женщины, жили, были две женщины, они были соседками. И обе женщины у них были мужья, и эти мужья уехали из города. Но есть большая разница. Одна женщина была бедная женщина, у него был бедный муж. И муж уехал на заработки. Он понял, что у него в этом городе с деньгами ничего не идет. У него там только долги. И он приехал в другой город. Может там собрать деньги или заработать деньги, он уехал. У богатой женщины тоже был муж, который тоже был богатый. И он уехал по другой причине. Он уехал, потому что они поссорились. Муж с женой поссорились. И он ее бросил. Со всеми деньгами. И уехал в другой город. Получается, есть две женщины. И обе женщины как бы сейчас мужа уехал. Но по совершенно разным причинам. И в один прекрасный день приезжает какой-то купец. Они же хотели знать, что с мужьями. Каждая хочет знать, что с моим мужем. У меня письма от ваших мужей. Вот как раз у меня два письма. Но вы знаете, я сейчас не могу их найти. Я вам завтра их дам. Вот как раз ваша фамилия. У меня два письма. Я вам завтра их дам. Я только что приехал. Так богатая женщина. Сказала, спасибо, вы меня так обрадовали. И она пошла домой. А бедная говорит, нет, нет, я хочу. Давай, давай сейчас, я не могу. Давай, давай прямо сейчас. Такой пипец. Вот мне два человека дали письма. Два человека. Он уже ничего не знал. И он говорит, почему? Той. Только я сказал, что письмо есть. Она сказала, спасибо, я завтра уже посмотрю. А бедная говорит, нет, я хочу, я хочу. Сейчас я вам сейчас расскажу. Богатая женщина. Почему от нее муж ушел? У нее просто муж ушел, у нее деньги есть. Так богатая женщина, когда она узнала, что муж ей написал письмо. Все, значит, муж ее помнит. Муж ее любит. Если он ей уже пишет письмо, наверное, она пишет письмо, что он возвращается. Вопрос не был, что в письме. Богатая женщина и сам факт, что ей уже муж написал, уже она рада. Бедная женщина, она хочет знать, или он заработал деньги, или сделал себе еще больше долгов. Понимаете? Поэтому бедная женщина, ей недостаточно знать, что письмо пришло. Письмо пришло Варуха Шэм. Я теперь знаю, что он жив. Но тебе надо узнать, что теперь делать. Таковит Дубна магит, еврейский народ. Это как богатая женщина. Потому что, мы знаем, кто Всевышний. Мы знаем, что у Всевышнего все есть. Всевышний может нам всё, что нам надо дать. Но мы, если можно сказать, поссорились. Опять-таки, это нехорошее слово. Нехорошее слово, поссорились со Всевышним. Но опять-таки, наши Мудрецы и сам Всевышний часто говорит об наших взаимоотношениях. Всегда часто приводится взаимоотношение между еврейским народом и Всевышние между мужем и женой. И в Торе, в самой Торе написано, что Всевышний, если можно говорить, отвернулся от еврейского народа. Всевышний всегда за нами следит, он всегда нас знает. Но создается, не дай Бог, впечатление, что Всевышний отвернулся от нас. Так мудрецы это называют. Так теперь, если мы видим, что Всевышний нам написал письмо, наш муж написал нам письмо, все, нам не надо знать, что он, конечно, нас все, мы знаем, кто такой Всевышний. Другая женщина, надо знать, Всевышний, значит, он нас любит. Сам факт, как только мы увидим, что Всевышний к нам как бы вернулся, я говорю, как бы, потому что Всевышний всегда с нами. Если бы вы знали, как произошло, пока мы эту запись этого урока сделали, мы сегодня вечером видели, что Всевышний с нами, слава богу, у нас есть и запись идет, и все вы меня слышите. Значит, Всевышний, я знаю, что с нами, да? Но иногда мы это чувствуем, иногда мы чувствуем, не дай бог, когда что-то не идет. Так сам факт, что Всевышний как бы нам написал письмо, уже радость. Поэтому, наверное, дубные маги, что написано? Написано так, утешьте, утешайте. Чем вы утешаете? Сам факт, что утешайте народ мой, говорит Всевышний. Это написано два раза. Наше самое большое утешение, раз Всевышний нам говорит уже что-то, с нами Всевышний к Всевышちゃんам говорит, утешайтесь, все. Сам факт, что Всевышний говорит, я бог ваш. Всевышний к нам вернулся, это самое большое утешение. И евреи, когда мы видим, вот эти, сейчас начинается 7 недель, Да, было 9 авгу, да, была вот эта полоса несчастья еврейского народа, но теперь сам, как бы мы теперь, если так можно сказать, мы возвращаемся к Всевышнему, и начинается, опять-таки, дай Бог, что действительно, что мы видели, точно так же, как я вам сказал, что мы не только знали, но что мы видели, как Всевышний действительно к нам вернулся, чтобы, я когда-то уже упомянул, что точно так же, как печальные вещи, они случаются очень быстро. Вы слышите, там, например, упал дом, про кого будет сказано, упал дом, сколько секунд занял, ну, сначала бы шум, но сам факт, мне же ни с того, ни с сего вдруг дом упал. Это точно так же, как несчастье случается иногда, если так можно сказать, ни с того, ни с бухты барахты, но хорошие вещи тоже, когда придет Моше, написано, что в Геморре приводится, что Моше придет неожиданно. Это очень интересно, потому что мы все евреи, религиозные евреи, мы его ждем уже почти 2000 лет. Кажется, можно неожиданно, если я жду, 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 и жду, и знаете, представляете, человек возле окна, и все равно он в окошко смотрит, и в окошко, и когда же он придет, и только неожиданно пришел, кажется, ну, Моше придет неожиданно. Так мы надеемся, что сейчас у нас начнется, сейчас начнется 7 недель утешения, и первый праздник, который сейчас будет, Некоторые даже не знают, что это за праздник, потому что во многих календарях, если возьмете простой календарь, там мы даже не отмечем, есть праздник 15 авгу, праздник 15 авгу, что же это за праздник? Теперь, может, это не такой важный праздник, если вы помните, в Советском Союзе тоже было много праздников, там был День строителя, День учителя, День милиционера, было много, Так у евреев тоже разные, может быть, такие праздники есть, но есть Мишна, даже не Гимона, Мишна говорит, Мишна Месахтестанис, что не было у евреев праздников, как Йом-Кипур и 15 авгу. Два самых великих праздника у евреев, это Йом-Кипур и 15 авгу. И что же тут происходило, там Мишна приводит, что в эти два дня, кстати, еврейские девушки шли, они делали хоровод, и парни, которые хотели, парни в Шедухе, которые были, парни искали свою девушку, но потом Гимона задает вопрос, ну, Йом-Кипур, мы знаем, что Йом-Кипур это большой праздник, потому что Йом-Кипур это день, когда нас прощают, день, когда мы можем вымолить все наши грехи, день, когда нам дали вторые скрижали, Йом-Кипур, ладно, через полтора месяца мы коснемся этой темы. Но спрашивают Гимона, ну, 15 авгу, что же уже прошло, в Торинге не написано про 15 авгу, что же за праздник 15 авгу? Так Гимона приводит 6 причин. Гимона приводит 6 причин праздника 15 авгу. Мы, упомянуть я хочу все 6, но коснуться более глубже, вот эти две причины, которые мы сейчас коснемся, две причины Гимона приводит очень интересные, они все интересные, все важные. Одна из причин это, что 15 авгу коленом разрешили жениться друг на друге, что это значит. На самом деле, мы все знаем, что еврейский парень должен жениться на еврейской девушке, и наоборот. В пустыне оно было более сложно, потому что в пустыне произошла проблема, потому что в пустыне они, они, они должны были сейчас вот войти в землю Израиля. И произошла проблема, что если девушка с одного колена выйдет замуж за пана из другого колена, так получится, если у девушки никаких братьев нет, значит у этой девушки должно было быть кусок земли в Израиле. Она теперь выходит за пана из другого колена, получается кусок земли из одного колена выходит в другое колено. И это навсегда, понимаете, это не просто так временно, ну, знать, ничего страшного, все свои, все евреи, потому что когда они, вот они вошли в пустыню, вошли в Израиль, они разделили, разделили Израиль в 12 частей, все. Теперь каждые 50 лет оно возвращается, но вот как они разделили, так оно и будет. Скорее всего, опять-таки, поживем, увидим, но когда придет Машеях, значит оно вернется, каждому, наверное, Илья Анове скажет, из какого кто колено, и каждому дадут его удел. Так в пустыне приняли решение, это по просьбам самого еврейского народа, Машея Бена принял решение, парень из одного колена не имеет права жениться на девушке с другого колена. То есть 12, было как бы 12 разных народов, потом, когда они уже пришли, захватили Израиль, потом этот закон отменили, и это произошло 15 августа. То есть 15 августа как бы разрешили, представляете, значит у девушки, получается, выбор стал 12 раз больше. И у парня тоже. То есть до сих пор я должен был именно искать девушку со своего колена. А теперь 12 раз легче жениться или выйти замуж. Так это стал общественной еврейский праздник. И вторая причина, это, кстати, похожая причина, но она случилась сотни лет спустя. Теперь это неприятный этап, момент еврейской истории. Это была страшная гражданская война между коленами и коленом Беньямина. И, вы можете посмотреть, в книге Шойфтем это приводится, в результате этой страшной гражданской войны практически все колено Беньямина было истреблено. То есть от колена Беньямина осталось несколько сотен мужчин, женщины остались, из мужского населения, всего колена Беньямина, колено Беньямина было одной из самых больших колен Израиля. Осталось несколько сотен мужчин, и произошла ситуация, получается, было много женщин, было мало мужчин, и произошла опять та же самая ситуация. Если все эти девушки, у которых нет ни братьев, ни отцов, будут сейчас выходить замуж за парней из другого колена, так получается, удел Беньямина разделят по-честному, да? Значит, все колено Израиля, получается, получат по куску. И приняли новое постановление, что девушки из колена Беньямина имеют право выйти только за парня из колена Беньямина. Так это было временное постановление, и оно тоже было отменено 15 авгу. Опять-таки, то есть праздник, очень похожая причина, и там, и там праздник, потому что парням и девушкам разрешено было жениться на юноше и девушек с другого колена, поэтому 15 авгу мы празднуем. Те, почему мы это празднуем тысячи лет спустя? Это отдельная тема, но праздник остался праздником. Теперь, следующая причина Гемора приводит, что был еврейский царь Гайшея бен Алла, он отменил там, когда еврейское царство разделилось на две части, так поставили стражу, чтобы никто не ходил в Иерусалим. То есть они не просто разделились, но евреевый воиновод, он поставил стражу, чтобы никто не ходил в Иерусалим. Так несколько поколений после этого эту стражу отменили, это был тоже праздник. То есть евреи вернулись в Иерусалим. Следующая причина, следующая причина, это потому что 15 авгу, так и сезон другой. 15 авгу, солнце перестает так сильно греть, и получается древесина не такая сухая. Дрова, мы об этом не думаем, да, у нас, слава Богу, нам дрова не надо собирать. Но дрова, которые вы будете собирать после 15 авгу, они будут не такими сухими. Дрова перед 15 авгу, если кто-то хочет за дровами, так сейчас три дня осталось. Значит, дрова до 15 авгу, они сухие-сухие. А после 15 авгу они уже не такие сухие, потому что солнце не так греет. Какая разница? Потому что в храм приносили дрова, это должно быть высшего качества, дрова высшего качества. Поэтому после 15 авгу уже дрова в храм не приносили. Так они закончился сезон дров, и теперь все эти люди, которые приносили дрова, теперь могли сидеть ночью, чуть-чуть, то, распокойно. Да? Поэтому они могли, вместо того, чтобы собирать дрова, они теперь могли сидеть в четверу. Тоже праздник. Это четыре причины по-быстрому. Теперь следующая причина, хочу немножко более углубиться. Это написано, что 15 авгу люди перестали умирать в пустыне. Почему 15 авгу? На самом деле, Иерусалимская тому дописная, что было немножко интереснее. На самом деле, каждая девятая авгу все евреи, они себе выкапывали могилы. Они ложились туда. И утром, кто проснулся, кто нет. Каждое девятое авгу, то есть, почему девятое авгу? Потому что девятое авгу, это был юбилей вот этого печального момента, когда пришли разведчики, и они заслужили не зайти в Израиль. И поэтому, каждое девятое авгу, они выкапывали себе могилы. На следующее утро, каждое девятое авгу, несколько тысяч людей не просыпалось. Таким образом, они знали, продолжалось 38 лет. 38 лет каждый год, они знают, что ты должен умереть. На 38-й год, 9-го авгу, они тоже выкопали могилы. На следующее утро все проснулись. Что они подумали? Они сказали, что мы ошиблись в календаре, да? Наверное, мы... На следующей ночи они опять пошли. Опять все проснулись. Тебя 15-го авгу, полная луна. Так они поняли, что 15-го, когда они видели полную луну, значит, это середина месяца, значит, они поняли, тут уже мы не ошиблись. То есть, 9-го авгу, не понятно, может, да, может, нет. 9-го, 10-го, но 15-го авгу уже луна, таки была полная луна. Так они поняли, что все, значит, Бог нас простил. На самом деле, они же должны были быть в пустыне 40 лет. Но они были 40 лет в пустыне, но первые годы они же были до этого. То есть, опять-таки, мы думаем, что все, если так быстро читать Тор, все честно. Они заслужили наказание, и через 40 лет они просто зашли в Израиль. Но они зашли 40 лет в Израиль не 40 лет с наказания, у меня 40 лет с исхода из Египта. Там же целый год был посредине. Да? Короткий урок Ивейской истории. Они вышли из Египта, потом они получили Тору, потом они сделали золотого тельца, потом они скитались по пустыне, потом, и лишь только целый год прошел, потом лишь только им сказали, что 40 лет вам скататься. То есть, Бог им простил целый год. Так Бог им простил целый год. Вот в этот день, когда они 15-го осознали, что они все живы, и они проснулись, опять-таки, можно себе немножко представить, когда человек, прямо в смысле этого слова, встает из могилы, он думал, что он не проснется, и он просыпается. И 15-го сделали праздник. Так Рамбам, интересно, когда Рамбам это объясняют, Рамбам говорит, что не просто праздник стоял, но это был, опять-таки, праздник, мы как бы вернулись к Богу. Мы видим, что Бог, мы видим, что Бог нас любит. Мы сейчас, я вижу, у меня в зале сейчас спрашивают, кормить будут, кормить будут на праздник. Сейчас мы расскажем про кормить. Я вижу, что аудитория уже переживает. Но праздник, значит, сначала знать, за что мы пьем. Так праздник, говорит Рамбам, в первую очередь, это что мы поняли, что Бог нас простил, и Гемора говорит, мало того, что Бог простил, теперь Бог начал разговаривать с Мойшей. Оказывается, 38 лет Бог напрямую с Мойшей не разговаривал. Теперь же не разговаривал. На самом деле, когда необходимость была, что он или через Коэна Годела передавал, опять-таки, вы помните, у Коэна Годела был вот этот самый Хойшин, и там зажигались буквы, или по необнаходимости больше, конечно, ему посылали, если так можно сказать, имейл, да, но просто так больше с ними разговаривал. Почему? Потому что еврейский народ, он был как бы изгнан. Если так можно сказать, есть, опять-таки, не то слово, но мы как бы были со Всевышним в ссоре, если так можно сказать, и Всевышний не разговаривал с Мойшей. Когда они проснулись, и они поняли, что Бог нас простил, и Бог начал разговаривать с Мойшей Робейну снова, как друг с другом. То есть вернулся, вот эти вернулось, наши взаимоотношения между евреями и Всевышним, или мужей и женой, или друг с другом, как вы это ни называете, это произошло 15-го авгу. Между прочим, кстати, я хочу на минутку отлучиться от темы, от тех темы. Я сейчас упомяну, что Всевышний как бы не разговаривал с евреями. На прошлом уроке я упомянул этот момент, если вы слушали хорошо, если нет, вы сейчас услышите. На прошлом уроке я упомянул момент, что если два еврея, не дай бог, не разговаривают, это называется, что как будто они в ссоре, и, соответственно, это очень плохо. Теперь, то есть я сказал, что там, к сожалению, бывают ситуации, когда братья не разговаривают, и соседи не разговаривают, и в Шелхонорахе написано, что если человек, кто-то с кем-то не разговаривает, называется, что его как бы ненавистники, это мы обсуждали, что такое сина с хином, беспричинная ненависть. Так, один из моих уважаемых слушателей задал хороший вопрос. Если я не хочу, понимаете, я не разговариваю с кем-то, не потому, что у меня что-то против него, но мне неприятно, он на меня кричит. Представьте, если вы кому-то звоните, и вы нас накричали, вы кому-то начинаете, то есть вы, вы не потому, что не разговариваете, что вы против него что-то имеете, что вы на него обижены, но наоборот, тот человек, представьте себе, что каждый раз, когда вы с кем-то говорите, он у нас кричит. Какой-то сесед, который, опять-таки, это подозрительно, скажем так, но возможно быть ситуация, действительно, что нельзя разговаривать. Написано, что если на вас действительно кто-то сердится, то надо просто помириться, но просто так, знаете, говорить его, доброе утро, да? Понятно, что он не будет с вами разговаривать? Нет, 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 о чем мы говорили. Имеется в виду, что когда вы молчите, это как, вы молчите, потому что вы такие, вы ненавидите. Это действительно плохо. Но когда иногда, или же просто людям не о чем говорить, или когда действительно, я знаю, например, некоторые люди, это такие бывают, они в ссоре, и один человек, например, действительно хочет помириться. Такая может быть ситуация. Два человека поссорились, один человек хочет помириться, и он пытался и так, и так, а второй не хочет помириться. Теперь, если наш герой будет, опять-таки, надоедать ему, ну давай, ну давай, ну я да что, давай, так это только хуже будет. То есть бывает действительно возможность ситуации, что действительно лучше такие не разговаривать. Надо найти какого-то посредника, третьего, какого-то третьего человека, который может вас помирить. Но в целом, еще раз, в целом мы видим, что вернемся в пустыню. Всевышний не разговаривал с Мойшей. То есть действительно, мы видим, вот был такой момент, чтобы Всевышний какого-то с Мойшей не разговаривал. Но когда они, так можно сказать, помирились, так написано, что Всевышний заново обратился к Мойшей Робейну, и это почему мы празднуем, почему мы празднуем 15-е, 15-е ава. Надо, кстати, не забывать, что мы так читаем, где 38 лет в пустыне как-то пропустили, не заметили. В книжке, если почитаете в Торе, ничего не... Тора как бы пропустил их. Тора нам рассказывает выход из Египта, получение Торы, потом 38 лет пропущено, и они заходят в Израиль. На самом деле, евреев в пустыне 38 лет, они каялись. У них было 38 лет в пустыне, и Всевышний с ними как бы не разговаривал, им было это неприятно, они понимают, что они сами это заслужили. И потом, 15-е ава, даст Бог этот шаббас, это большой праздник. Мы, если так можно сказать, помирились, помирились со Всевышним. Теперь, теперь, действительно приводится, действительно приводится, что делали трапезу. 15-е ава действительно было ивременно делать трапезу. В наше время, я не слышал, чтобы люди, чтобы люди что-то делали. Опять-таки, если кто-то, кто-то хочет, само собой разумеется, написано, что не говорят Ахану. Это да. 15-е ава не говорят Ахану, но в этом году она выпадает на Шаббас, если я не ошибаюсь. Поэтому и так, и так. Ахану не говорят. Но надо помнить, не что мы пьем, а за что мы пьем. То есть, это тот день, когда наши взаимоотношения со Всевышним наладились. Опять-таки, вчера было 9-е ава, мы должны были осознать свои ошибки, а теперь 15-е ава, мы возвращаемся, мы опять-таки возвращаемся к Всевышнему. Теперь шестая причина. Это у нас уже было 5-я. Пятая причина, это потому, что Всевышний помирился, и так можно сказать, и Всевышний простил поколение пустыни. Тебя шестая причина произошла, это произошло тысячи лет спустя, это произошло 52 года после разрушения второго храма. Если вы помните, одна из 5 вещей, которая произошла 9-е ава, это было разрушение Байтар. Байтар, это был огромный город, там были десятки, возможно, даже сотни тысяч людей, и Байтар был разрушен, причем Байтар был разрушен до 52 года после разрушения храма. Интересно, за что был Байтар разрушен? Один из Медыша говорит страшную вещь. Байтар был разрушен, Медыш говорит, потому что, когда был разрушен Иерусалим, Байтар радовались. Страшно. Понимаете, я вам рассказывал, что была какая-то ненависть, непонятно, они были царики, они были такие хорошие, но написано, что когда был разрушен Иерусалим, Байтар как бы радовался. Почему? Потому что Иерусалим был центр нации, и там люди, которые живы в Иерусалим, они были такие гордые. И поэтому, когда наконец-то Иерусалим разрушили, Байтар радовались. Они зажгли с радостью, они зажгли факелы радости. Поэтому Бог наказал, через 52 года, правда, Байтар был разрушен, это произошло 9-я ава. Это была целая история, как римляне окружили, короче, 9-го ава Байтар пал, и римляне сделали страшную вещь, они не разрешили хоронить погибших. Там были, в прямом смысле, Сегемора приводят, были крови еврейской, реки еврейской крови. И римляне, там были действительно реки, там написано, что потом можно было, ну, когда в этой земле что-то сажало, там росло, было замечательное удобрение, к сожалению. То есть были, в прямом смысле, реки еврейской крови, и римляне запретили хоронить. Если вы знаете немножко израильский климат, когда летом жарко, и 7 лет, Байтар это же был город, 7 лет окружили этот город, запретили кого-либо хоронить. Через 7 лет евреям разрешено было похоронить павших бойцов Байтара, и написано, что все трупы были, как будто они не только что погибли. Так получается, произошло два чуда. Первое чудо было, что Бог, то есть, это римляне, но Бог разрешил, как бы, в римляне разрешили их хоронить. Второе чудо было, что за 7 лет ни один из трупов ничего не произошло. И вот это двойное чудо, это произошло 15-го ава, то есть, опять-таки, прошло, значит, получается, 7 лет и несколько дней. 9-го ава, Байтар-Пал, 7 лет после этого, 15-го ава, разрешили похоронить все эти трупы, и произошло чудо. И поэтому, то есть, 15-е ава, на самом деле, уже к тому времени, если вы слушаете внимательно мой урок, уже было 5 причин, радоваться, да? Так некоторые говорят, что на самом деле, действительно, праздник постановили праздником уже с самого начала. Но уже раз праздничный день, так мы говорим, вот еще одна причина праздновать, еще одна причина праздновать. Уже как бы, удачливый день, я так можно сказать. Точно так же, как 9-й ава, неудачный день. Так мы говорим, что 15-го ава, наоборот, вот одна вещь хорошая случилась, другая. И вот последняя вещь, это то, что римляне разрешили хоронить евреев, и в честь этого мудрецы постановили специальное благословление. Теперь это благословление мы говорим два раза. Один раз мы его говорим во время Верха Амазон. Верха Амазон, там четвертое благословление, на самом деле, он очень длинный, если посмотрим седуру, но в нем, там, в нем написаны слова «Хамеллах, хатойв, ваамейт». Меллах это царь, «Тойв, ваамейт» это хорошее, которое творит хорошее, то есть добро, то есть некоторые говорят, что он добрый, и который творит добро. Добрый, творящий добро. Атойв, он сам добр, и творящий добро. Почему? Потому что добр, это потому что разрешили их похоронить, и творящий добро, потому что произошло это чудо. Второй раз, когда мы говорим эту броху, это почти, никто, наверное, из моих слушателей с этим не встречался, когда же второй раз мы говорим эту броху, когда, это очень редко бывает, не переживайте, когда вы пьете вино, и вы пьете вино, вы, например, пьете белое вино, вы пьете какое-то кошерное вино из Закарпаттии, я, кстати, когда-то пил очень вкусное вино, кошерное вино из Закарпаттии, очень вкусное, вы его пьете. И вы его пьете замечательно с ребятами из компании. Вдруг кто-то приносит новую бутылку вина, израильское вино, израильское вино, ну, конечно, Закарпаттии, это приятно, но все-таки израильское вино израильское вино то есть новая бутылка вина теперь обычно когда уже что-то едим пьем нового бреха не говорят но если вы пьете одно вино и вам дают новое вино специально из бреха спасибо богу за хорошее вино интересно вот это бреха творящий благо мы давай когда хорошее вино принесли то есть когда принести хорошее вино это значит ну сам ну ну лучше уже некуда мы уже пьем вино и просто еще лучшее вино да ну прям уже замечательно и вот теперь мы говорим бреха а то и вам эти бог обороха то а шэм аллакей но мэллах ойлом благослови всевышние а то и вами замечательно со стороны замечательно вы знаете когда я постановили эту бреху когда разрешили похоронить бойцов бейтара который не разложился странно значит 2 раза мы говорим эту бреху один раз это после брахат амазон это молитва после еды опять-таки человек покушал что не просто покушал 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 с хлебом если он говорит брахат амазон он не перекусит хорошо плотно покушает а то мы умеем и он говорит брахат амазон там три брахи которые потоли и мы добавляем еще одну брахат а то и вам эти спасибо богу второй раз когда мы говорим иногда когда вкусное вино какая связь так интересно некоторые говорят что одна из причин потому что когда поскольку чек покушал очень часто мы про бога забываем немножко когда чек голодный не дай бог ты знаете как я хочу хочется как будто ни с того ни с того друг ой всевышний мне так надо да это а когда уже когда мы уже покушали в сапторе написано что мы ожирели поэтому всевышний нас покормил то надо теперь не забыть ему сказать спасибо поэтому здесь наши мудрецы как раз сказали напомнили нам про эту браху то же самое кстати с вином то есть вином вот это человек уже уже пьет я принесли ему еще одну бутылку вина то вы знаете можно немножко с пьяну забыть про всевышнего поэтому все мудрецы постановили сказать эту браху очень хорошая браха тольф вы заметили что всевышний там который творит благо не забывай что когда-то много лет назад такая вот история случилось мне кажется еще глубже мне кажется что человек знаете когда у нас очень все хорошо идет с повезло опять-таки религиозным богобоязный человек вот у него ну все хорошо идет ну просто здорово но все сопало вот проснулся утром и вы и вы пошли в синагогу помолиться и там встретили этот человек вы его год не видели повезло вот он как раз вы встретили и вот он посоветовал куда-то пойти вот вам надо что-то купить вы уже давно хотели это купить вам сказать да ты ты вот пожалуйста тебе бесплатно дам у меня как раз лишние и друг не станет сегодня это и все и все это хорошо идет и просто выруха шэм да слава богу так опять-таки религиозный человек который понимает что у нас поблагодарить спасибо всем богу что идет хорошо да но когда идет нехорошо жизни хорошо тоже все тут тоже всевышний когда вы пошли вы проснулись вы не услышали будильник вы проспали воно проснуться раньше вы проспали вы пошли не туда куда надо вы когда уже спешить а вы все наши когда мы спешим так мы точно да и мы поехали не туда мы за раз уже не туда поехали мы уже там застряли и потом мы пропустили еще и везде и все идет плохо и плохо так это точно тот же то тот же самый а то его мейте то же самое всевышний который это все делает поэтому когда мудрецы на мой взгляд когда у нас все идет хорошо надо об этом думать надо не не надо ждать когда нас не дабы что не пойдет не так как хочется и потом вы знаете в этом человеку там у человека какой-то у него не идет как ему хотелось бы вы ему говорите ну все от бога все от бога не переживай похлопать ему по плечу скажите ну что вот если есть люди которые можно это сказать на обычный человек это нехорошо вы ему лучше помогите материально они говорите все от бога но когда у человека все идет хорошо если ты наоборот вот тогда надо подумать вот слава богу да слава богу для того чтобы потом когда не дай бог что-то не идет как мы хотим управлять почему-то бог так хочет почему-то готовить вам эти так мудрецы взяли опять-таки когда пал бейтар после семи лет него вот это страшно опять-таки это не просто семь лет значит уже храм был разрушен потом пятьдесят два года было потом храм пал бейтар потом было еще семь лет и потом как бы вот этот луч света есть так можно но евреи сказали а то вы имеете так мы вот эту брюху мы говорим а то вы имеете мы поэтому празднуем празднуем 15 оба интересно рассказали вот сегодня мне как раз рассказали интересную историю была и семья целая на самом деле штраус это очень богатая семья была начале двадцатого века и было два брата и если не ошибаюсь одного звали натана другого звали изодор если фамилия точно помню штраус штраус и эти два брата они приехали в израиль это был 12 год 1912 не приехали в израиль то есть план был такой же не должны были посетить в израиль и палестину и потом через определенное время и поехать в европу и вернули поехать в америку поплыть в америку и они приехали в израиль и в палестину и действительно они были богатые застоятельные люди и они там открыли кухню для бедняков для называется суп короче не открыли специальную кухню для бедняков и один брат там один брат был женой это здорово был женой и он уже все они посадили там все святыми так я понимаю не хотели уже продолжать свою поездку и хотели ехать в европу обратно вот этот натан то есть второй брат он сказал мне тут нравится я лучше останусь здесь я уже я потом мы то вместе поедем в америку и он остался он таки остался не поехал в европу остался в святой земле он продолжал там жить когда он уже должен был вернуться к своему брату нужно был в европе в европе должны были встретиться этот наш если так можно сказать палестинский брат поломался ногу после поломал ногу и он сказал что не может уже никуда я хотел уже сказал что ну ладно уже потом я уже потом уже приют и задор со своей женой которые поехали они ехали через европу они сели на корабль и поплыли в америку учитывая что я вам сказал что это был 1912 год это был титаник причем интересно приводится что они они плыли они плыли в первом классе и им когда произошло вот это несчастье им таки дали там они там были какие-то шлюпки были такие дали возможность спаслись они не они отказались они дали возможность спастись женщинами и они таки погибли получается получается что тот брат который себе поломал ногу ему это спасло жизнь тот который они опять-таки неисповедимы мы не знаем они оба были хорошие люди мы не знаем почему у того судьба сложилась там и того судьба сложилась так в конечном итоге на там который брат который остался в израиле в израиле кстати есть в иерусалиме есть улица штрафса я подозреваю что она названа вот часть одного из этих братьев в иерусалиме так опять-таки опал много этому способу жизни так люди задали вопрос я не рассказывал всю эту историю вопрос ашем хочет спасти ашем хочет спасти вот этого нашего брата она плывала мать ногу опять-таки всевышний почему-то один брат должен был утонуть а потому что почему нужно было что-то другое почему все еще может другое придумать теперь я не знаю я я не волшебный только учусь правильно я не знаю я да знаю что иногда у всевышнего есть всевышний так с нами общается так вот с нами разговаривает и мы должны знать о той моменте вот этот праздник 15 авгу и на этот новый новый мы сейчас плавно переходим 9 авгу то есть мы уже выплакались тебя на переходе мы потихоньку потихоньку мы начинаем строить наши восстанавливать и тоже устроить мы восстанавливаем наши взаимоотношения с всевышним мы надеемся вот опять-таки иногда всевышний делает вещи опять-таки может мы не заслуживаем может мы заслуживаем кто его знает что мы заслуживаем но всегда что бы там ни случалось мы должны знать что когда у нас слава богу хорошо надо греть эту броку когда мы не понимаем почему хорошо и в 15 авгу даст бог то есть если вы хотите наши радиослушатели и видео слушатели 15 авгу если вы хотите отметить после 6 причин это в любом случае это очень хороший праздник но главное это начало вот этого то что я сказал это семь дней утешения и мы это прямая то есть финишная прямая это будет расширена емки-пур то есть у нас сейчас 7 недель не проснуться день перед расширеном под шафар надо 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 что-то там сейчас у нас и 7 недель подготовиться к же шана восстановить наши взаимоотношения со всевышним и даст бог что действительно нахаму вот этот праздник вот это наша автора нахаму нахаму чтобы утешение чтобы действительно точно также как написано что 9 маше родился дай бог что мы теперь его встретили и же мы такие удостоились нахаму нахаму ами спасибо за внимание и дай бог что у нас были только хорошие новости всего хорошего